Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Елена. Это Юго-Восток Белоруссии. Кто впервые ко мне заглянул, я очень рада. Также очень рада всем моим подписчикам, всем моим друзьям. Сегодня я хочу поговорить о розах, о такой замечательной группе, о группе Флорибунда. В моем саду этой группы роз, наверное, более 30 или 40. Конечно, все в один кадр вместить невозможно, но постараюсь очень-очень сделать экспресс-обзор очень быстрый, немножко дать характеристики розам, показать и рассказать. Я розы выращиваю на даче. Дача у меня находится на берегу реки. У меня почва песчаная, пятая зона морозостойкости. Посадки у меня очень-очень все трудоемкие, потому что во все посадочные ямы сначала идет выемка белого песка и заполняется все плодородным грунтом. У меня многие спрашивают, что я кладу посадочные ямы при посадке. Вот я немножечко рассказываю про мой грунт, который у меня находится на даче. На даче мы не живем, выходные в основном находимся, но периодически в течение недели по будним дням, когда раз приезжаем, когда два раза приезжаем. То есть все как получается, потому что мы на работе. Вот замечательная группа это роз. Сразу при входе у меня калитки. Розы флорибунда одна, мне кажется, из самых-самых прекраснейших таких групп в плане том, что она славится за свою обильность цветения, за длительность цветения, а также морозостойкость и окраску разнообразную. И свою компактность кустиков. Прекрасный сорт, поэтому они всегда украшают сад. Сейчас я понемножечко дам характеристику всем. А это флорибунда аспирин, сорт великолепный. Единственный маленький цветочек, сантиметриков до трех, до пяти, обильность цветения, глянцевая листва, высота кустика до метра, ширина раскидывается даже больше, чем метр. Имеет хорошую морозостойкость, не вымерзает, хорошо зимует, не подвержена болезням, обильное-обильное цветение. С маленького-маленького начинается бутончик, и переходит здесь и прокладная похода в такой более розовый цвет. На солнце держится розочка достаточно долго, на дожде не окупливается. Прекрасный сорт, замечательный. А это замечательный сорт розы Боттичелли от Мияна. Роза имеет очень-очень такой компактный, очень красивый, гармоничный кустик. Цветочки где-то сантиметров до десяти. Прекрасно-прекрасно держит себя розочка на солнце, дней до десяти. Постепенно открывается ее особенность. Медленно-медленно раскрывается цветок. При отцветании немножко становится более белесая, выгорает. На дождь тоже реагирует хорошо. Абсолютно не страдает от дождя. Единственный недостаток в этой розочке, кто любит очень-очень ароматные розы, это роза, но она практически не имеет запаха. Ну, то есть, это розочка на любителя. Но очень-очень обильный куст, обильно цветущий, очень гармоничный, красиво нарастает. Нарастает не очень быстро. У меня она где-то четыре года. Иногда может к осени на второе цветение выбросить такую длинную-длинную удочку. Но я обрезаю и нормально. Сорт поражает своим отменным здоровьем и именно постоянным пышным цветением. Хорошо зимует, не вымерзает абсолютно. Кустик такой более раскидистый. Высота где-то сантиметров до 90. Ширина метр, даже может быть и немножко больше метра. Прекрасный, замечательный сорт. Вот какие розочки такие. Цветочек сантиметров до 10. Листва глянцевые, блестящие. Красивый сорт. Такая нежнейшая, нежнейшая красавица. А это флорибунда с очень-очень сложным названием. Это от Дельбара розочка. Роза называется Демон, Десен, Жан, Деборюгер. Роза имеет средний аромат, сразу говорю, такой малиновый цвет. Высота куста в моем саду где-то сантиметров до 80. Количество цветков на стебле может быть от 10 и больше. Размер цветочка не очень большой. От 3 до 5 сантиметров. Роза повторно цветущая. Устойчивость к дождю у нее высокая. Не болезненная роза. Не цепляет на себя никакие заболевания. Очень красиво распускается. Когда распускаются все вот эти кисточки, листвы практически не видно. Такой яркий-яркий цвет. Прекраснейший. Яркая, пышноцветущая пейзажная флорибунда, как ее называют. Цветочки махровые. Чашевидной такой формы. Ближе даже к такому блюдцу плоскому, маленькому. Очень такая нарядная, красивая, морозостойкая роза. Ширина у меня где-то сантиметров 80-90. Прекрасный, замечательный, нарядный такой сорт. Не подвержена болезням. Не цепляет на себя, по крайней мере, за мои 4 года, которые она у меня пробыла, я не замечала на ней ни черной пятнистости, ни мучнистой росы. Цветение очень обильное, практически непрерывное, хотя имеет две волны. Но цветки есть, постоянно на ней присутствуют. Прекрасный сорт. А это прекрасная красавица флорибунда Галдельза. Обильно цветущая, компактная флорибунда с цветком насыщенного, золотистого, такого янтарного цвета. Как я говорю, мое солнышко. Длительность, длительность держится цветок. Красивая оливково-зеленая листва. Роза прекрасно оттеняет и подчеркивает вот эту красоту солнечную, золотую ее цветку. Роза зацветает очень-очень рано. Можно ее выращивать в контейнерах. Очень хорошо она выращивается в контейнерах. Цветочек сам где-то величины до 10 сантиметров. На стебле может быть от 3 до 5. Аромат не сильно насыщенный у нее. Среднее количество лепестков не сильно набитое. Роза не болеет. Хорошо зимует. Она узнаваема во всем цвету. Во всех-во всех садах. Это, я думаю, что одна из самых таких красивейших флорибунд солнечного цвета, яркого такого. Прекрасный-прекрасный сорт. Роза имеет две волны цветения. Волны абсолютно одинаковые по обильности цветения. Компактный куст. Высота сантиметров до 80. Ширина сантиметров 60. Она такая нераскидистая. Очень-очень аккуратный кустик. На себя не цепляет болезней. По крайней мере, я в своем розаре этого не заметила. Вот при отцветании цветок держится долго на солнце. 2-3 недели. Может держаться. И вот тут хорошо виден контраст. Где розочка только-только распустила бутоны. А где уже на отцветании она более высветлена и более светлого цвета. Немножко жидковато раскрывается бутон. Но, как я и говорила, что аромат не сильный. Присутствуют такие нотки фруктов, цитруса. Замечательный-замечательный сорт. Кустик аккуратный, гармоничный, невысокий. Обильно цветущий. Нежадное нацветение. Хорошо у меня зимовало эти годы. Хорошо выходило из зимы. Абсолютно розочка не проблемная. Золотистое-золотистое солнышко, как я ее называю. Прекрасная роза. А это флорибунда от Корден. Гарден Спас называется. Роза-хамелеон. Присутствие в нее, посмотрите, каких цветов. И желтого, и оранжевого, и персикового, и красного. Она у меня достаточно высокая. До метра. Немножко, я бы сказала, такая голенастая. Нету цветения снизу-доверху. Такого нету. Не болеет роза. Глянцевая огромная листва. Две волны ярко выраженные. Цвет неоднозначный. Цветок сантиметров до десяти. Длительно держится на солнце. Немножко потом выбеляется, выгорает она. Цветет в кистях до трех, до двух. Размер цветочка сантиметров семь. Устойчива к болезням. Не болела у меня. Яркое такое пятно. Яркая красавица. Роза хорошо реагирует на дождик. Не загнивает, не окукливается. На себя никаких болезней у меня не было замечено, чтобы она цепляла. Куст более вертикальный, чем широкий, в отличие от других флорибунт. Хорошая роза. А это красивейшая флорибунта Хайди Клюмар Тантау. Обожаю эту розу. Люблю эту розу. Розочка очень-очень аккуратная. Фиолетового цвета, аристократка. Очень сильно-сильно набитый в нее бутон. Цвет такой с маленького бутончика раскрывается. Сантиметров до восьми бутончик. И он длительно держит свой цветок. Недели до двух. Потом немножко высветляется. И такой превращается прямо в пепельный оттенок. Очень-очень красивый бутон у этой розы. Кустик аккуратный. Сантиметров до восьмидесяти. Ширина аккуратная. Сантиметров шестьдесят. У меня она растает не очень быстро, не очень охотно. Вот розе третий год. Она держится, сказала бы я, в одной высоте и в одной ширине. Обильное нацветение, не жадное, не болеет. Хорошо зимует. Прекрасный сорт. Я очень хочу, чтобы она у меня, конечно, наросла и была более пушистая и более обильная такая. Но я думаю, что в этом году посмотрим, как она себя покажет. Но прекраснейший, прекраснейший, красивейший в нее бутон. Легкий аромат имеет. Цветет в соцветиях. Прекрасная флорибунда. Рекомендую. Ее бы даже можно было отнести к патио. Потому что она такая очень-очень компактная, такая малышка красивейшая. Ну, на любителя, я бы сказала. Есть флорибунды более, конечно, обильно-обильно цветущие. Мне она очень нравится. А это замечательная француженка от Мияна Мона Лиза. Как я ее обожаю. Очень-очень аккуратный кустик. Сантиметров до 70. И, в принципе, ширина держит сантиметров 80. Две волны, обильно цветущие. Имеет аромат. Нежадное нацветение. Вот просто цветет бесконечно. Очень красивые такие цветы серии Романтика. Я думаю, что эта роза, у кого она есть в саду, она никого не разочаровывает. Не болеет. Не цепляет болезней. Хорошо зимует. Длительное цветение до двух недель и больше. На дождь она также не загнивает. Стряхивается с нее дождик. Немножко с бутоном. И она дальше цветет. У меня без цветов эта роза никогда вообще не была. Умничка. Красавичка. Такое обильнейшее цветение свое показывает. В кистях может и до пяти, и больше даже быть. Цвет розовый. Но при отцветании, вот когда проходит две недели, высветляется практически до белого. Хорошо держится, как я сказала, и на солнце, и на дожде. Прекрасная роза для нашей зоны, для пятой. Это просто находка морозостойкая. Не подвержена никаким болезням. Так что вот рекомендую этот сорт. Я же такая француженка-аристократочка. Красивейшая. Зеленая листва. Глянцевая, блестящая. А это флорибунда Татон. Как же она мне нравится, эта флорибунда. Она у меня молодая, два года. Посмотрите, какой полноценный куст. Шикарно цветущий. Длительное цветение. Бутоны огромные, до 12 сантиметров. Листва глянцевые, зеленые, хорошо их оттеняет. Цветок такого цвета оранжево-розовый. На солнце длительно, до двух недель больше держит. Прекрасный, прекрасный, имеет аромат фруктовый. Замечательный, прямо на расстоянии. На дождь она не загнивает. Абсолютно зимостойко. Прозимовала прекрасно зима. Но, конечно, у нас зимных морозов таких нет. Цветение в кистях постоянно идет. Вот роза праздник. Я хожу, за ней наблюдаю и постоянно этой розой любуюсь. И огромный бутон, и аромат, и обильность цветения, и длительность цветения. То есть все, что должно быть для розы лучше, эта роза имеет. Она с огромным потенциалом. Я думаю, что в будущем это будет вообще шикарнейшая флорибунда. Высота у меня где-то сантиметров до 80, ширина сантиметров 70. Устойчива к мучнистой россии, устойчива к черной пятнистости. Даже осенью, как у других розы болеют, она не болеет. Я бы сказала, что эта роза абсолютно-абсолютно беспроблемная. Супер! А это роза флорибунда Изи Дас Ит. Роза с красивейшими резными лепестками цветов. Длительно держит цветок, имеет легкий аромат. Хорошо зимует роза, не вымерзает. Высота в моем саду где-то сантиметров до 90. Ширина аккуратно сантиметров 60. Она у меня не расползается. Глянцевый красивый лист. Вот неповторимость красоты цветок неповторимый. Разноцветность этого цветка и розовый, и оранжевый, и персиковый. Длительность-длительность держит она свой цветок на солнце. Она как-то забальзамированная. Жесткие такие лепестки и резные. Достойная-достойная флорибунда. Но в моем саду она нарастает не очень охотно. Вот флорибунде моей этой 4 года. Она имеет такой компактный-компактный красивый кустик. Не болеет. Любит подкормки. Хорошо отзывается. Устойчива к черной пятнистости. Устойчива к дождю. Хорошо. А это моя любимица красавица флорибунда. Она очень часто попадает в мои ролики поэзии. Роза американской селекции. Вы знаете, ну просто чудо роза. Других слов не подобрать невозможно. Она очень-очень длительно распускает свой цветок. До месяца. И держится так же. Роза нарастает не очень быстро. Сразу предупреждаю. Имеет очень-очень аккуратный кустик. Сантиметров до 80. Ширина сантиметров 60. Хоть и флорибунда, но бутоны красивые, как у чайной гибридной розы. При отцветании до месяца держится цветок. Становится, высветляется. А так присутствуют такие интересные цвета. И розовый, и пепельный, и перламутр какой-то. На солнышке она просто вся переливается и светится. Цветение идет в кистях. Кистей может быть и 5, и 6, и 7. Очень красивый глянцевый лист. Такой зеленый, приятный, блестящий, кожистый. Роза праздник. Вот здесь уже вторая съемка. Роза процвела ровно 3 недели. Посмотрите, в каком она состоянии, в каком она виде. Зимует прекрасно, зима стойкая, не болеет. Замечательный сорт. Рекомендую абсолютно всем. Если вы ее где-то видите, обязательно приобретайте. Роза праздник. Роза всегда нарядная, всегда цветущая. Обильное цветение имеет. Красивая, красивая. Посмотрите, с какого маленького бутончика она раскрывается. Просто шикарнейшая, замечательная. Я очень рада, что она попала в мою коллекцию. Я тоже точно так же, как и раньше смотрела ролики. И, конечно же, училась у опытных розоводов, какие сорта себе приобрести. Замечательный сорт, потрясающий сорт. Солнце прекрасно, дождик прекрасно держит. А это красавица следующая. Флорибондо баронесса. Тантау. Я думаю, что она также присутствует во многих садах. Очень-очень красивый, такой розово-фуксиевый цвет. Кустик правильной формы. Цветочек величины сантиметров до 9-10. Таким блюдцем раскрывается, медленно раскрываются бутоны. Хорошо держит солнышко до 2-х недель. На дожде она тоже не загнивает, не осыпается. Стряхивается дождик с бутона и прекрасно она выглядит. Цветение в кистях до 5-10. Не болеет. Легкий аромат. Очень крепкая по здоровью роза. Блестящий лист. Может выбросить удочку. Вот единственное, что есть. И немножко колючая. Но сорт потрясающей красоты. Роза любит подкормки. Причем заметила, что даже где-то другой раз под корень что-то я ей подливаю. Прекрасно реагирует под эти подкормки. Высота у меня где-то сантиметров 80-90. Широкая. Она любит расползаться. Ширина может у меня уже сантиметров до 90. Роза для переднего плана. Красиво сочетается с другими розами. Всегда в цвету. Но у нее две волны цветения. Но даже между волнами есть какие-то обязательно единичные бутоны, которые цветущие. Никогда у меня эта роза не болела. У меня эта роза уже 5 лет полноценно. Она себя показывает. В принципе сказать, что как-то она за этих 5 лет выделилась и выстрелила. И дала свою высоту. Нет. Замечательный сорт. Романичный кустик. А это флорибунда помпанела. Сильно ростная флорибунда. У меня она посажена на переднем плане. Я всегда ее ограничиваю в росте. Потому что она имеет огромную силу роста. Бутончики такие круглые. Попончики небольшие. Сантиметров до 6 до 7. Обильное насветение на две волны. Ширина широкая больше метра. Высоту, как я сказала, она очень даже охотно стремится вверх. Но я ей не даю расти. Цветочек держится длительно. Бутончик не набитый. Такой легкий порхающий цветок у нее. Листва темно-зеленая. Цветет кистями от 5 до 7 штук может быть в кистях. Цветочек небольшой, как я сказала. 4-5 сантиметров. Не больше. Устойчиво к болезням. Устойчиво к дождю. Хорошо себе показывает. Растет. Ну, прекрасный такой сорт. Ходовой. Можно его приобретать. Хорошая розочка. Замечательная. Легкий-легкий. Имеет аромат. Она у меня в посадках со всеми розами. Здесь и английские. И другие розы посажены на переднем плане. Поэтому, как я сказала, я ее, конечно же, ограничиваю постоянно высоту. Потому, что она у меня стремится в высоту. А это роза ангелов. Ларыбунда. У меня она очень высокая. Больше 2 метров. Ширина тоже до 2 метров. Маленький цветочек имеет. Не набитый. Такая очень похожа на яблоньку. Имеет аромат. Цветение кистями. Постоянно в кистях. Очень много кистей. Видите, идет цветение. Не видно практически листвы. Хорошо зимует. Хорошо укладывается на зиму. Не болеет роза. Роза имеет глянцевый лист. Аромат. Солнце держит очень длительно. Может держать даже 2-3 недели. На дождик тоже не осыпается. Не занимает. Прекрасный сорт. Я всегда его всем рекомендовала. И буду рекомендовать. Но поучитывайте, что она очень-очень огромная. Роза. И, конечно же, я не могла включить в этот список мою любимицу, мою красавицу. Черри герл. Роза праздник. Роза труженица. Шикарнейший сорт. Всем его рекомендовала. Я буду рекомендовать. Высота в моем саду где-то метр. Ширина больше метра. Метр двадцать, метр тридцать. Вот второе получается цветение. Роза цветет с ранней весны до поздних заморозков. Постоянно в цвету. Постоянно радует цветением. Так не бывает, чтобы она была без цветов. В кистях может быть до двадцати, до двадцати пяти штук. Букетами цветения. Цветок небольшой. До пяти сантиметриков. Хорошо реагирует на солнце. Длительно держит свой цветок. До двух, до трех недель. Не болеет. Глянцевые листва. Хорошо зимует. Немножко на солнце цветок высветляется. Становится более светлый. Цвет такой неоднозначный. Здесь и малина. Здесь и красный. Здесь и алый. Не понять этот цвет. Я уже когда-то в ролике сравнивала этот цвет. С цветом есть черешня, желто-красная. Так вот, это красный цвет, который присутствует. Он очень похож на расцветку розы черри юр. Безпроигрышный вариант в любом саду. Садите. Она будет как в одиночных посадках, так и с салитером. Она будет прекрасно смотреть. Далее, флорибунда миссаммер. Очень-очень сильно рослый куст. Сразу предупреждаю. Нарастает очень быстро. Очень даже охотно. Обильнейшее цветение. Длительное цветение. Цветок такой с подложкой желтого цвета. Розовый присутствует. В красный переходит. Хорошо реагирует на солнце. Длительно держится цветок. 2-3 недели это 100%. На дождик она также не загнивает. Абсолютно сряхиваясь с бутона в дождике. Она прекрасно-прекрасно держится. Глянцевая зеленая листва. Кост у меня где-то метр 50-метр 40. Да, вот такая у меня высота этой флорибунды. По ширине она очень аккуратная. Сантиметров 70. Но может быть максимум 80. Цветение в кистями. У нее две волны. Но без цветов она тоже не бывает. Имеет аромат. Не сильный, но аромат в этой розе присутствует. Морозостойкая хорошо. Она у меня уже 5 лет. Она у меня не вымерзала ни разу. Не болеет роза. И вот как я сказала в начале. Очень-очень сильная сила роста. Так что смотрите. Может быть на передний план особо и не садите ее. Чтобы потом не пришлось пересаживать. Но у меня здесь посадки английских роз. Она у меня на переднем плане. Но розы уже подняли все. И она как бы не выбивается с общего розария. Но такая яркая флорибунда. Мне пишут, что не всем такая рассветка нравится. Потому что рассветка такая, я бы сказала, вырви глаз. Но очень-очень эффектная роза. Себя очень достойно держит. Бутон сантиметров до 10. Он не опускает голову. Бутоны всегда смотрят наверх. В любой стадии. И при дожде, и при солнце. Тоже я всегда эту розу рекомендую. А это замечательная флорибунда. Принц Монако. Здесь у нее уже стадия цветания. Вот роза сейчас стоит уже 2 недели. Вот такая она в цвету. Расцветает она с белого такого бутончика. Я бы сказала, цвет у нее пудрово-розовый. Длительно сдержит цветок. Не болеет. Устойчива к болезням роза. Высота в моем саду больше 80. Ширина сантиметров 70. Глянцевое зеленое листва. Цветение в кистях. Медленно-медленно раскрывается бутончик. Очень достойная роза. Вот я сегодня сделала такую подборку. Именно флорибунды, которые обильно цветущие. Которые устойчивые к болезням. Которые устойчивые к дождю. Длительно держит солнышко. Хорошо зимует. Еще у меня будет завершаться ролик. Еще одной розой. Такой очень-очень достойной. Посмотрите, какой красивый цвет этой розы. Роза может свести до месяца. Поэтому, конечно же, это роза переднего плана. Она будет вас радовать. Садите ее. Шикарная роза. Просто шик, я бы сказала. Разнообразность этой окраски. Начинается с такого розового бутончика. Вот эти маленькие бутончики с такой каймой. И вот здесь уже видно ее цветание. Раскрытое блюдце, которое нисколько не портит. Замечательнейший, шикарный сорт. И завершаю свое видео. Роза это манго. Роза переднего плана флорибунда. Красного, вот такого бархатистого цвета. Цветок. Сантиметров до пяти. Обильно цветет на первую и на вторую волну. Не болеет. Высота кустика у меня сантиметров до восьмидесяти. Ширина сантиметров семьдесят. Здоровая листва хорошо зимует. Очень и очень эффектный цветочек. На сегодня вот такой у меня обзор. Всем спасибо за просмотр, кто был со мной. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада новым гостям. Садите розы, пусть они вас радуют. Всем всего самого доброго и до свидания.